А в Карагодинской области остановилось строительство домов, разрушенных в результате весенних паводков. Жители опасаются, что строители не успеют закончить работы до наступления холодов. Недовольны и те, кто уже отметил новоселье. Люди утверждают, что боятся жить в новых домах. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Это воду в дом завели канализация. Это что такое? Это канализация. Елену Конраде можно было бы назвать счастливицей. Ее дом был построен одним из первых. Однако радость от новоселья омрачила качество выполненной работы. Женщина уверяет, что в новом доме нет ни водопровода, ни септика, ни отопления. На четвертый день после сдачи по стенам пошли трещины. Штукатурка обвалилась. Одним словом, все в доме держится на честном слове. Зимовать здесь Елена боится. Боимся, потому что вот эти трещины нас смущают. Потому что заделали, они опять по новой пошли. Если это посадка, то через 4 дня посадку дать не может. Поэтому, значит, что-то тут не то. Ну и меня вот это беспокоит, потому что сверху лежат плиты. 32 тонны. Выдержат эти стены или не выдержат. Если оно рухнет, то у нас ребенок маленький. А вот эти люди сейчас живут где придется. Кто на съемных квартирах, а кто в гаражах и даже сараях. Их дома снесли и успели залить только фундамент. Но на этом строительные работы остановились. Каждое утро сельчане приходят к местному Акимату в надежде узнать, из-за чего простаивают стройки. Все фирмы говорят, строить мы не можем, нас не финансируют. И вот мы с чего можем, не можем строить. Мне тоже поставили фундамент. И на этом все. Кому говорить, кому писать. В целом, в Караганинской области на восстановление разрушенных домов работают около 70 подрядных организаций. Власти с ними договаривались, что они будут строить за свой счет, а деньги им выплатят уже по завершению. Однако сейчас подрядчики отказываются работать без предварительной оплаты. Финансирование начнется только после того, как смертная документация будет одобрена в правительстве. Я, например, сам непосредственно каждый день утром прихожу и вижу в этих домах какие проблемы. Как они строятся. С подрядным организациям мы с руководителем встречаемся. Но они в пределах своих возможностей работу проводят. Вы можете сейчас пойти, посмотреть. Работа идет, везде идет. Но, конечно, не к тому тем, как нужно. Но, я думаю, в ближайшее время финансирование будет. Власти все еще пытаются убедить людей, что их дома будут готовы к осени. Около 70 строений обещают сдать уже к 1 августа. Однако местные жители в это не верят. Ведь под снос пошло 205 домов, а на данный момент отстроено только 8. Ни у кого нет ни септика, ни воды. Хотя у всех была вода. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Крыгандинская область.